33 объекта. Более 4200 семей ждут, когда будет достроено их жилье. Наш корреспондент Сергей Темляков изучил проблему. Здесь больше же возможности лечиться. Равеля Лутфулина со слезами на глазах рассказывает нам свою трагическую историю. Она инвалид первой группы, нет ноги, страдает сахарным диабетом в тяжелой форме. Равеле часто приходилось ездить из Бугульмы, где она жила раньше, в Казань, на лечение. Тогда она решила продать трехкомнатную квартиру и переехать в столицу. И лечение удобно проходить, да и к сыну поближе. Его семья живет в Казани. Продали миллион восемьсот. Моя квартира шикарна была. Но здесь за эту сумму не купишь квартиру. И мы решили в долевое строительство. Как так можно? Девять этажей было намечено, а вместо этого восемнадцать. Начальник на начальнике сидят. И как они такое могли проморгать? Я не понимаю. А вот он дом на улице Чистопольской под строительным номером 6. Здесь в 2014 году и купила квартиру Равеля Лутфулина. Правда денег от продажи прежней жилплощади не хватило. Пришлось влезть в долги, найти ей еще 300 тысяч. Возведением дома занималась печально известная фирма «Цвей». Уже пятый год, рассказывает пенсионерка, она живет в подвешенном состоянии. Вынуждена снимать квартиру. Таких, как Равеля Лутфулина, обманутых дольщиков, в Татарстане сегодня 4211 человек. И у каждого своя трудная история взаимодействия с недобросовестными застройщиками. Что касается остроты проблемы, она действительно стоит очень остро в республике, особенно в Казани. Депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев отмечает, совместно с депутатами Казгордума недавно объехали абсолютно все проблемные стройки в Казани. Встретились с людьми. Артем Прокофьев показывает нам подготовленный документ. Здесь полная картина по каждому объекту, что предлагает мэрия, что правительство и что считают необходимым сделать сами люди. Вот ту информацию, которую мы собрали, результаты вот этих встреч, все это надо уже пускать в работу. И я уверен, что совместными усилиями, конечно, мы сможем решить. Буквально вчера я отчитывался перед Президиумом Генерального Совета по проблемам дольщиков. К сожалению, 2017 год стал годом пиковым с точки зрения появления строек, по которым неисполнены обязательства. Руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Госдумы России Александр Сидякин сейчас в Москве. Мы связались с ним по телефону. Отмечает, в Татарстане вопрос обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства республики. Там, где главы регионов занимаются этим лично, там процесс идет. Вот в прошлом году, в 2017 году, мы сдали шесть объектов. Мы много чего сделали, мы забрали в землю. Более тысячи семей в республике уже получили ключи от своих долгожданных квартир. Но и в Татарстане, и в России в целом проблема пока остается нерешенной. В прошлом году в России помогли более 35 тысячам обманутых дольщиков. При этом появилось еще более 58 тысяч новых пострадавших. Почти 500 объектов находятся в заморозке. Остается проблемными 33 объекта, в которых приобрели квартиры 4211 дольщиков. Вопрос находится на особом контроле. Решением президента республики создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действия недобросовестных застройщиков. В четверг премьер-министр Татарстан Алексей Песошин на сессии госсовета сообщил, что в течение двух лет в Татарстане намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков. К 2020 году мы планируем этот вопрос полностью закрыть. В этом году планируем завершить 21 объект, из которых 7 уже построены. И нужно решить только юридические проблемы. В 2019 году 5 объектов, в 2020 году 7 объектов. Реально задача, которая стоит перед правительством сложнейшая. Основные проблемные объекты – это дома застройщиков банкротов. Единственный выход – найти нового инвестора для достройки объекта. Но как это сделать? Для этого и нужен фонд. Схема простая. Инвестор вкладывается в строительство проблемного дома, взамен получает земельный участок из того самого фонда. Пока параметры его не разглашаются. Но сам факт, что власти пошли на его создание, уже говорит о многом. Это принципиальная позиция президента. Все объекты, все дома будут достроены. Сегодня в этом направлении работают три инвестора. Сейчас на данном этапе идут переговоры о привлечении еще двух компаний. Чуть позже, в четверг, официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова познакомила журналистов с графиком новоселий. В Бавлах новые квартиры в этом году переедут 40 семей. Дом готов на 65%. Новоселье отметят и в селе Куюки, что в Пестричинском районе. В домах завершается отделка. Готовность уже 90%. В Зеленодольском районе идут переговоры с потенциальным инвестором. Необходимо завершить благоустройство территории и пусконаладочной работы внутренних сетей. В набережных Челнах решение вопроса по дольщикам в стадии завершения. Определен инвестор. Объем квартир 639. Показания на столицу приходится наибольший объем проблемных объектов. Есть существенное продвижение по жилому комплексу МЧС в части предоставления федеральным МЧС земель в распоряжении республики. Принципиальная договоренность достигнута в ходе переговоров президента республики Татарстан Рустама Мениханова с министром Владимиром Пучковым. Высокая степень готовности секции Г, дома номер 1 и жилого дома номер 5. Вот моя долгожданная квартира. Вот съездил в магазин, купил обои. Ильгам Хабибуллин говорит, мечты сбываются. Предлагает нам оценить цвет обоев, которые подобрал для кухни. Дальше экскурсия по квартире. Мы в жилом комплексе «Симфония», что на улице Роторная. Дом 27В на 346 квартир был сдан 1 февраля. Ильгам рассказывает, квартиру решил приобрести в 2014 году. Застройщик компании «Фон» тогда, по отзывам, была благополучной фирмой. Стройка шла очень интенсивно, очень хорошо. И у нас уже под фундамент тоже вырыли котлован. Но в какой-то момент, смотрим, стройка остановилась. То есть рабочих нет, месяц нет, два нет. Такая ситуация продолжалась два года, заверяет нас Ильгам. Дольщики создали инициативную группу. За помощью обратились к руководству города и республики. Летом 2016 года пришел новый застройщик. И строительство дома завершилось даже раньше срока, который был запланирован. Вот и Равеля Лутфулина очень надеется, что она доживет до того момента, когда ее дом будет достроен, и ей вручат ключи от квартиры. В этом году ей исполнится 70 лет. Она считает, что на застройщика фирму «Свей» надежды нет. Застройщик поступил с ней бесчестно, обманул, как и других дольщиков. Последнее заявление правительства Татарстана внушает хоть какой-то оптимизм. Без него жить совсем тяжело. Равеля Гаяновна отмечает, положение очень трудное. Ей приходится снимать квартиру, оплачивать счета и услуги сиделки. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней.